Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Защитника Отечества, прошло в Русском театре среди приглашенных правительства республики, руководителей военных ведомств, участников СВО и их семьи. В рамках празднования госнаграды из рук главы региона Сергея Меликова получили военнослужащие, общественники, журналисты и врачи, которые работали в зоне СВО. Все детали Мухаммада Амарова. Торжественное мероприятие началось с поздравления главы Дагестана Сергея Меликова. Он отметил, сегодня страна переживает очередной переломный исторический момент, когда против России ополчилась почти вся Европа. В этой ситуации народ Дагестана проявляет свои лучшие качества. Мы видим, как активно в Дагестане общественные организации, благодарительные фонды, волонтеры, просто неравнодушные люди всех возрастов, от детей до людей пожилого и даже преклонного возраста, ведут сбор гуманитарной помощи, участвуют в различных акциях, которые в том числе и сегодня, проводятся во все республики. Такая деятельность явно свидетельствует о моральном оздоровлении нашего общества, которое проходит при участии наших духовных лидеров, делающих многое в этом направлении. Глава Дагестана вручил госнаграды матерям погибших участников СВО. Среди них и мать героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. Она прочитала поздравления с 23 февраля, которые написала сыну год назад. Словами, которые так и не успела прочитать Нурмагомед, Сапижат Мазаева поздравила всех собравшихся с Днём Защитника Отечества. Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества. Желаю всегда оставаться сильным, мудрым, уверенным, смелым, непобедимым защитником своей семьи, своих идей, своих соревнований, своих жизненных принципов. Здоровья крепкого, больших возможностей на жизненном пути, неутомимых сил и достойных побед. Заслуживаю громких аплодисментов от близких, друзей и коллег. Глава Дагестана наградил участников СВО орденами за отвагу и Суворова. Также отметили общественников, врачей и журналистов, которые побывали в зоне спецоперации. В том числе и генерального директора нашего телеканала Камилу Гамзатову. Празднование продолжилось выступлениями хореографических ансамблей, исполнениями военных песен и вокальными выступлениями.